На сегодняшний день при цене проезда 18 рублей рентабельности нет. Мы работаем вновь. А вы не ценаты? Все они такие. Ну одни вы. Нет, подождите, подождите. Вы знаете просто почему я вот так спрашиваю? Потому что каждый раз, сколько раз за последние годы повышается тариф, 14 рублей, там 18 рублей, потом был, помните, скачок, там сразу до 25, потом снизили. И каждый раз транспортники, особенно частники, говорят, как все плохо. Объясните тогда, сколько должен стоить проезд. Сколько, чтобы вам было выгодно. И почему тогда вы до сих пор не дочек? 40% пассажиров, проезжающих в автобусах, пользуются так называемой картой. Для обеспечения проезда пенсионеров, льготного пассажира, каждый перевозчик обязан насноситься валидатором. Валидатор стоит денег, порядка 30-40 тысяч рублей. Я должен купить этот валидатор, поставить на обслуживание. Город это никак не компенсирует, в отличие от разницы, например, в льготной цене? За сам валидатор нет. Теперь пассажир, ездящий по Е-карте, там пассажиры на много категории разделены. Я думаю, это будет очень долго. Ну понятно. Значит, я как перевозчик получаю за каждого пассажира. В целом, если всех разделить, суммировать и разделить, у меня получается цена билета 10 рублей. 10 рублей со всеми дотацией, со всеми компенсациями проезда по Е-карте. По датированию, по перечислению, по оплате из городских со всех составляет 10 рублей в бюджет предприятия. Я правильно понимаю, что вот это, как раз вы сейчас работаете в ноль. Без прибыли, но немножко больше 10 рублей, и вам достаточно. Еще раз, 10 рублей чего? Вот вы сейчас сказали, что в сумме вы получаете примерно 10 рублей, и вам нормально, вы работаете фактически в ноль, даже не в убыток. Ну то есть все остальное идет в прибыль, все, что сверху этих 10 рублей, это уже чистая выручка. А, так вот она, реальная стоимость проезда, сейчас выяснилось. Немножко больше 10, ну вот понятно. Ну то есть сейчас сверху... Если бы я зарабатывал с каждой поездки 18 рублей на сегодняшний день, я бы, наверное, был доволен. Но это надо посчитать, посмотреть. На сегодняшний день она не только... Нет, но вы зарабатываете 8 рублей, то есть учитывая, что 18 рублей стоимость билета, 10 себе стоимость, 8 идет сверху. Этого мало? Достаточно. Если 100% пассажиров, входящих в автобус, будут оплачивать все 18 рублей, будет достаточно. Если достаточно, то зачем повышать? Зачем повышать? Потому что я на сегодняшний день получаю 10 рублей. Подождите, а всю разницу по льготным пассажирам вам компенсирует мэрия? Мэрия компенсирует только за свою категорию льготников. Есть у нас льготники, товарищ подскажет, муниципальные, федеральные и городские. Да, областные, извиняюсь, областные, городские и федеральные. Вот город компенсирует за свою. Область, пока мы ничего, и федерация, соответственно, тоже ничего нам не компенсировала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!